Ребята, всем привет! С вами Александр, приветствую вас на канале Linkagame и сегодня мы познакомимся и прокачаем еще одно кайнозойское древнее существо, которое относится к одному из самых крупных представителей отряда млекопитающие. Так что усаживайтесь поудобнее и не забудьте подписаться на канал и проверить, стоит ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Уртинотериум. Непарнокопытное млекопитающее, относящееся к надсемейству носорогообразное, семейство геракодонтовые, подсемейство индрикотерии или уже, наверное, по новой классификации парацеротерииды. Это животное тесно связано с парацеротерием и было обнаружено в скалах от позднего иоцена до раннего олигоцена. Останки были впервые обнаружены в регионе Уртынь-Або, что находится в Монголии. Ну и, собственно говоря, именно от названия региона, где он был найден, и происходит его название. Это Уртынь-Животное, если можно так перевести название Уртинотериум. Другие образцы были обнаружены в Северном Китае. Полные скелеты неизвестны. В основном находят челюсти и зубы данного животного. По своим размерам Уртинотериум не сильно отличался от парацеротерия, одного из самых крупнейших млекопитающих на Земле. Уртинотериум считался как более примитивная промежуточная форма между Юксией, либо Джаксией, если прочитать там с английского языка, и более поздней формой, такой как парацеротериям, либо же индрикотерия, что на данный момент считается одним и тем же. Как я и сказал, Уртинотериум это более примитивная форма парацеротерия, либо же индрикотерия, которая, имея некоторые отличия от них, по размеру была к ним близка, но отличалась более специализированными зубами. Поскольку полных скелетов Уртинотериум не было найдено, то и размеры у него тоже совсем прикидочные. Найденные останки нижней челюсти Уртинотериум были сопоставимы с небольшого размера парацеротериями. И того можно предположить, что они достигали примерно 4,5 метров в холке, ну и весили тонн так 10-12, что делает их также одними из самых крупных млекопитающими. Также, если глянуть на картиночку по поводу парацеротериидов, мы видим здесь у нас Юхия стоит первая, у них тоже есть несколько видов, это было такое животное существенно поменьше, да, ближе к чем-то даже напоминало лошади. Потом у нас идет Уртинотериум, это по веточке развития. От Уртинотериум, возможно, Оролоартериум происходит, и Торпанотериум, который вообще считается синонимом Уртинотерия. В общем-то, здесь у парацеротериидов все довольно запутано. Ну и, собственно говоря, сам парацеротерий раньше считался отдельным видом от Индрикотерия, теперь же это считается одним видом. Ну и еще у нас имеется в виду самый большой представитель, которого непонятно по какой причине до сих пор у нас нет в игре люди, это Джунгориотериум, я, в принципе, про него еще не читал, но не удивлюсь, если он был найден в регионе китайском каком-то Джунго, где был найден, наверное, и Джунгориптор, скорее всего, где-то там в одной области, но это так, мои догадки. Ну и вот так вот примерно выглядит все семейство парацеротериидов. У нас имеется три вида юхи, которые были более двух метров в высоту, судя по картиночке, да. Дальше идет у нас Уртинотериум, это у нас, в принципе, если читать справа налево, то и по размерам, и по развитию, скажем так, это у нас табличка будет, думаю, справедливая. Потом идут как более примитивные Уртинотерии, но более развитые, чем юхи. Потом туда же подключается Торпанотериум, который, скорее всего, является одним и тем же, что и Уртинотериум, их тоже здесь у нас один, два, целых три вида, как и юхи. И Оралотериум, в общем-то, он как-то немножко сам по себе, скорее всего, тоже относится к Уртинотерия. И дальше идут самые крупные Парацетерии, они же Индрикотерии, и три вида Джунгариотерия. Ну что ж, переходим к игре. А вот так вот выглядит наш зверь из Уртин Оба, или Обо, или как-то там, в общем-то, монгольский зверек. Ну, да, очень похож он у нас на Индрикотерия. Вот такой 10 уровень, 20 у нас обычно легендарный, без каких-либо там супер-пупер усилений и прочей лабуды. Ну, и показатели, конечно, не шибко радуют, хотелось бы кого-то, может, покрепче, что ли. Так, 1300, ну да, обычный легендарный будет на 40 уровне. Так, давайте мы сейчас прочитаем, что у нас тут пишет. Уртинотериум переводится как зверь из Уртин. Ну да, Уртин Оба. Такое имя он получил в честь региона Уртин Оба. А, ну точно, Уртин Оба в Монголии. Ну да, данные совпадают. Уртинотериум, то есть так, семейство Индрикотериев, ну точнее уже парацеротериев, которые проживали в эпохе Иоцена и внешне напоминали безрогих носорогов с длинными конечностями. Чего? Кто, вот положа руку на сердце, глядя на это существо, скажет, что это безрогий носорог с длинными конечностями? Какой это носорог? Не знаю. Он и на жирафу даже не похож, но носорога точно, точно не похож на носорога. Хоть они, конечно, и родственники, но напоминают внешне безрогого носорога. Таких в Африке полно бегает безрогих носорогов, потому что у них там из-за того, что браконьеры, смотрители парков, заповедников спиливают сами роги. И от этого они не становятся похожими на Уртинотерия. С длинными конечностями. Даже если носорога посадить на длинные ноги и спилить у него роги, у него вообще, тут вся фишка в шее. В шее, то что у него длинная шея такая, короче. Тут явно кто-то с перепоя написал это описание. Так, наибольшее число окаменелостей Уртинотериума было найдено в Восточной и Центральной Азии. Ну, Китай, Монголия и даже там Югославия, по-моему. Вот, короче, где-то вот туда еще даже что-то добрело. Так, ну, а это нам пока что недоступно. Но мы видим, что он тут уже у нас шерстистый довольно. Так, тогда что мы делаем? Делаем по нашей традиции два двадцатых, делаем бой. Потом прокачиваемся и еще делаем бой. Уртино-бо! Привет, мой друг монгольский. Так, ну, еды у нас должно хватить, все нормально. Тогда делаем даже два тридцатых. Да. А потом сразимся с ароком, так будет повеселее. Так, у меня сегодня пятница вечера. И вот сейчас, буквально через пару минут, у нас начнется новый босс. И, короче, нужно будет сразу после этой серии записать нового босса, и сразу вам выложить будет у нас пятничная, вечерняя серия, так сказать. Коротенькая, конечно же! Так, у нас показатели 431. Давайте тогда не будем особо замедляться. Турнир, кстати, тоже начался. Но в турнир мы не полезем, там противник будет совсем слабый. Мы полезем вот сюда Ну нам придется крутить Потому что мне же нужно Я хочу взять троих примерно одного уровня Я бы мог выбрать Кайнозоев Но я хочу двух кайнозоев взять Наверное Вот можно сделать вот так 430 Вот Вот наших два парнишки Ну так пойдем давайте Прикольно да Где по силе удара находится пахигалозавр Но он же реально не По силе он совсем не там Несмотря на то что у него там 385 силы удара У него же жизни не тысяча Как у других Ну можно укусить Так у нас тут Раджа Стега Спинораптор Противник довольно силен Намного сильнее чем мы Как мне так кажется Так ну давайте пока попробуем Накопиться У нас же все таки главные герои Прикольно будет сейчас сравнить Уртинотерия С Анкилодоком Правда ведь Ну только Раджика надо наверное завалить Желательно Так противник у нас думает Я тут параллельнейшим Монстр Ледженд на телефоне играю Вот такой вот я Юлий Цезарь многозадачный А противник наш завтыкал Ха-ха-ха Так ну на самом деле То что он завтыкал первый раз Кстати у нас тоже Какая-то Китай Корея Раз два Три Четыре Я только пробил Два давайте сверху Та-дам Идеальный удар Как раз четенько угадал Именно два сверху Так как Надо Пять Четыре Так Давайте выпустим наших зверей Ну он такой более резвый Чем Индрикотерий Но опять же Как бы Непонятная ситуация Почему Уртинотериум Хотя нет Он же не сильнее у нас Чем Индрикотерий Так что в принципе нормально Но есть у нас еще существо По массиву Так Ай-яй-яй Не хорошо получилось Четыре Атака на два Ну это вообще ни о чем Раз два три И четыре переносим Ага И сейчас у нас Как раз будет Именно тот бой Который я хотел увидеть Так Ну давай Анкелодок Ну я тебя прошу Блин Он ничего не может сделать Придется мне подменяться Так Ну помельче Выглядит конечно помельче Тут ничего не скажешь Но голова явно побольше Ух ты Прикольно Прикольно выглядит Анимашка Надо сейчас еще качнуться Крупные планы В общем мне нравится Как выглядят крупные планы Так Что нам попадется Ничего нам не попадется Так Мы закрываем Закрываем Амфицион Нет Нам не нужен Интрика Уртинотерий Так Так А где наш Индрик Вот Индрик Давайте тоже на него Так взглянем Так Ну вот на таком уровне Ну тут он как жирафа Чет как-то пожирнее Выглядит Да Но он же все-таки Побольше Да Вот И побольше будет Наш уртинотерий Наш уртинотерий Наш уртинотерий Будет помельче Как-то да Не такой толстый Что ли Но зато он будет У нас пушистый Так Так Давай 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 Так Юх 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 Я по-моему Я говорил Все-таки Юксия Юксия Наверное Пишется как Джаксия Но читаться Наверное Нужно как Юксия Тоже Фамилия Фамилия Какого-то Ученого Юксия Так Давай Давай Качайся Качайся Так Ну давай Наш пушистик Я тоже так умею Жаль Что здесь Нельзя покрутить И Вообще Это Арена Мне очень Напомнила Джура Сколды Лайф Там Именно В таком Месте Примерно Появляется Наши Так Ну 1600 На 500 То есть Это Уровень Обычных Легендарных Я бы Так Сказал Такие Ушки Смотрите У него Растут Давай Покажи Нам На что Ты Способен Ну Здесь Он Какой Медлительный Да Это Все Ну Типа Все Ладно 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 Его Покормим Ну Очень Он Себя Медлительно Ведет Кстати Да По поводу Больших Существ Мегалодона И так Далее Большие Существа Становятся Медлительные Ну И Вы Вы Вообще Видели Фотографии Которые Я вам Показывал Где Там В линейку Стояли Все Там Эти Родичи Парацеро Весь Парацеро Все Парацеро Терииды О Стояли И Он Там Один Из Самых Крупных Че Он Тут Вдруг Мелкий Стал Алло Он Не Сильно Отличался По Размерам Написано Вот Так Вот Они Кажется Кроль Крохотным Юкси Кажется Крохотной Вот Как Вы Считаете Ребята Был Ли Маленьким Уртинотериум Или Он Все Так Был Ближе К Индрикотерию По Размерам Или К Юкси Голосуем В Комментариях А у Нас Тем Временем Почти Двушечка И 610 Удара Ну Такое Себе 610 Удара 610 Удара Ладно Так У нас Тут же Начался Турнир Надо Срочно Срочно Вступать В Битву Так 610 Вова 590 Вот Он Такой же Как Мегатерий Смотрите По силе Вова О Ребята Вы Правда Вы Точно Хотели Увидеть Вот Это Все Ну Он Посильнее Посильнее Тирекса Да Вот Практически То же Самое Что И Мегатерий На Пол Уровня Сильнее Так Против У нас Крутозавр Короче Тоже Ребятки Которые Бьют Ну Так же Само Как Ему В Целом Так Ну Я Даже Он Меня Не Пробьет За Два И Я Его Не Пробью За Два Так Он Сменился Кьюи Какая-то Смешная Аватарочка Не Пойму Что Это Такое Ладно Дадим Волю Нашему Уртинотерию Вот Сволочь Проатаковал На Один Ну На Арене Наш Уртинотерию Адреналин Бьет Ему В голову И Он Короче Свирепствует Так Мы Постараемся Его Защитить Все Таки Оу Ну Да Мы Выживем Так Он Не Захотел Атаковать Так Ну Вы Помните Наша Задача Посмотреть На Уртинотерию А не Победить Потому Мы Делаем Вот Так Атакуют На Все 6 Это Повышает Наши Шансы На Победу Хотя Не Это Главное Опять же Мы С Удовольствием Посмотрим На Сравнение Еще Раз Паразавра Хотя Это И Гибридно Неважно В общем То Она Зауропода В сравнении С Раз Два Два Мы Выдержим У него 500 Чем То Да Так Что Нам Не Страшно Ну Давай Птичка Птичка Не Захотела Нас Атаковать Так А тут Кстати Вопрос У него Может Быть 8 Балов 3 Ну Вот Глупость Он Сделал Если бы Он Поставил 4 Я бы Его Не Пробил 3 Е Мое Зачем Почему Почему 3 Ну Либо Вообще Уже Ничего Не Ставить Либо Ставить Так Чтобы Не Пробили Ну Из-за Глупости Проиграл Мог Выиграть Наш Противник И Мы Получили Плиозавра Ребята Это Крутая Награда Легендарочка Всегда Можно Продать Так Ну На этом Я с вами Прощаюсь И пойду Я Валить Змеючку Всем Пока Продолжение следует